Всем привет ребят! Добро пожаловать в новости Ленка Лец Мода Минорад. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю дуэльку в лесу Сакуре, точнее небольшая рекламка. Я заметил, что много людей не знают куда реплеи присылать. Если вы сыграли хороший матч, желательно хороший, вы считаете, что он заслуживает того, чтобы попасть на канал. Кидайте его вот сюда. Вот раздел реплеи в дискорде Нарата. Тут различные дуэльки 2 на 2, ну вы поняли. Заливайте сюда, можете какое-то прикольное название сделать. Стандарт на рейнджерах это не прикольное название, это неинтересно. Вот и я откаменчу. Я рандомно каменчу, если что. Ну разумеется, если название меня привлекает, то я типа беру его в первую очередь. Кроме того, я уже починил, если так можно выразиться, решил проблему с электричеством. Теперь уже стримы почти что каждый день по вечерам приходить. Так, а теперь мы посмотрим на котика от подписчика и на игроков. Грей Рэд играет за Ангмар. А, это зеркала Ангмара и человек. Значит, это у нас Нуминорцы, а тут Рудаур. Ну, начало за этим Челиксом, а Лаид, по идее, за этим. Но это не точно. Потому что этот как бы тоже в Нуминор может играть. Выйти. Так, Хасал, конечно же, доминирует в Криппинге. А тут и вроде тролли были, не? Переделали это. А, тут только Варги. Получается... Так, это просто Челиксы бегают. Ага, каждый игрок может заработать 600 монет. Здесь, над своими первыми шестью сотнями. Грей Рэд уже работает. А человек тем временем... Ага, это билд в мечников с копейщиками. То есть, это как бы не то, чтобы плохо для начала игры. Ну, то есть, такая комбинация позволит ему неплохую пачку собрать. Может быть, он даже потащит Рудаур. Пришли мечники почему-то. А он, наверное, просто окей, он собирается рашить, но решил помочь себе, то есть, своему Хасалу быстрее закрепить. Тузик очень сильно покоцан. Так, тем временем человек тоже идет заниматься Криппингом. Ну, я предположу, что они оба пойдут Криппить быстро. Сможет ли он его догнать? Ворчант отдал, а Грей Рэд играет... А, Волков? Я только... Я же видел. Почему я только сейчас это осознал? Это странно. Особенно странно, что он поставил это за плавильней. То есть, как бы... Обычно эти логова Волков используют для дефа зданий. Так, очередная пачка пошла. И он увидел халяву, но ее сразу же делитает. Грей Рэд. То есть, даже не делитает, а отменяет, чтобы ничего не терять. Тут много войск, но в основном копейщики. Мне кажется, что номинорцы могут всех перебить. Если что. Но, правда, тут аж четыре пачки подстроилось. То есть, Лукарей сейчас сделать надо, что он и сделал. И, в принципе, все нормально. Он легко. Это задефает. Тут надо валить. Тут без шансов. Увы. Такое впечатление, что человек не знает эту карту. Или же он просто решил обойти, чтобы его никто не заметил. То есть, хочет посносить зданием. Этих ребят я бы отправил подальше отсюда, потому что, ну, это неправильный размен. Эти же 500 стоят, кажись. Да, 500 и 200 с чем-то. Я не помню, сколько копейщики при призыве стоит. Но оно как бы сработало. Бегает Грей-Ред и теряет два ресурсных здания. При этом, тут он сам делитнул, как бы то есть, технически тоже потерял. Появился Халдар. Человек на Халдара начал пускать слюни. Очень много урона получил. Под флагами, под обилкой пытается пропушить. Но Халдар, или точнее Грей-Ред, очень хорошо контролит и спасает своего героя. Но его прикрытие погибает и сможет ли он его спасти. Бежит в свою пачку. Ну, вообще, подраться можно с этими челами, как бы. Ну, правда, минус отряд будет. Но не знаю, насколько это выгодно. Один отряд ушел. Или нет? Второй лаву качнул. Так, есть две пачки. А он делал? Он не делал укрощение волков. Сделал копейщиков. Ну, вот проблема этого билда в том, что страшно, что задавят. То есть, нужно, нужно копейщиков подстраивать. Ему бы может сделать апгрейд. О, он прям гений мыслит одинаково. Сделать апгрейд и добавить чуть-чуть этих челов, так как они не будут так быстро дохнуть, как эти. А отсюда делать метателей. Потому что ему уже нужно защищать свою базу от контратаки. Отсюда мечники, отсюда копейщики, отсюда метатели. Нормальная тема. Так, рабочий успевает спастись. Делит. Нет? Нет? Передумал. Не всегда стоит делитать здание. Например, если вы хотите, там, немножко времени выиграть. Но тут кажется, что ему надо было все-таки нажать на кнопку, за чего он добился. Сюда он все но успевал добежать. Не знаю. Не знаю. А он в лукарей свеч. Ну, ок. Это дорого. А это что будет? Копейщики тогда, да? Кстати, 50 это что? 225 отряд копейщиков стоит. Жестко. Ну, если так подумать, то размен, который здесь был, 6 пачек на 3 фермы. Моба 4. Не очень выгодно. Рановато варчант отдал. Грейред боится в атаку идти почему-то. Но ему придется это делать. Чем больше времени пройдет, тем лучше будет человеку. Потому что он дорогих лукари накопит. А грейред свое преимущество в раше не использует вообще. Ну, как бы нормально. Можно драться. Сейчас две обилки сдаст. Карш вышел. Странный выбор. Ну, ок. Ух ты, прикольно, прикольно. Нравится мне такое. А, ну, у него еще и холдар есть. Так, ветер использовал. Он не сказал бы, что много потерь, честно говоря. Можно дальше сражаться. Так, лукари живые. А он флаги не... А, погодите, он не делал флаги. Ой, стой, 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 стой. Это прокачка тогда была. И это упущение. Если вы играете билд через мечников ранних Нуменора и, ну, там, бомжи копья, вам надо делать флаги. Они за счет этого тащат. Вот, за счет этой обилки. Намного слабее его армия из-за этого. Так, маргомир. Тролли. Тролли. Тролли должны сыпаться от этих лучников. Но тролли с грейдами, это, конечно, чудовище. Что-то не получается контролить человеку. Я уверен, что вот эта вот его пачка пехоты очень быстро бы Каша убила, если бы он всеми зафокусил. Так, появилась конница. Еще тролли. Ну и в итоге потихоньку-потихоньку в лейт выходит. Не стоит их на агрессивке держать. Ну все, потерял отряд троллей. Нужно флаги сделать. Ну, вообще, немножко странное решение, типа, против дорогих войск в троллей играть. Они же сплэшом бьют, но слабо. Но они очень живучие, если будет апгрейд брони и флаги. Здесь как бы такое себе. Снова неуверенно себя чувствует человек. Прожал баф Маргомира. Но такое впечатление, что при каждом размене потерь все-таки больше у человека. Здесь. Да, у Карии намного больше. Но эту проблему можно решить сплэшом. Но у него денег нет. Я, правда, не смотрел за их тратой. Может быть, он на что-то потратил. И еще одна ошибка. Он не использует клинок забвения на каком-то, на пятом левеле. Это, по сути, АОЕшка. Я заметил, что игроки забывают об этой штуке. Маргомир умеет бить АОЕ. Вы делаете три призрака, пардон. Вы можете их делать даже из своих солдат. Не до контроля. Просто на автокаст поставить. О, качешка. Неплохо. Вот. Они невидимые. Тащите их в пачку лукарей. Прожимаете эту обилку и вся эта пачка взрывается. Там только сплэш небольшой, но если у вас три призрака, то из каждого исходит взрыв. И вы можете их просто раскидать по всему периметру, чтобы всю армию прокоцать. Это неплохая штука. И самое главное, что противник этого не ожидает. Вот смотрите, качеш попытался прокоцать и получил пиздюлей. А когда невидимые челики в вашу армию врываются, вы как бы никак это проконтрить не можете. Разве что у вас будет что-то, что видит невидимых юнитов. Я не помню, что это у ангмара, честно говоря. Ну и короче фиаско произошло для человека. Огромный дорогущий герой, подох, не нанеся вообще никакого урона. Мне кажется, он даже удар не успел сделать. Силу каче он тоже не кинул на маргомира. Ну... Карш может стан кинуть. Что он и делает. Да, теперь у человека в основном только лукари остаются. Что как бы не так уж и плохо, они конечно сильные, но ему нужно чем-то танчить. Грей Ред танчит своими героями и троллями и его пачка сзади расстреливает. У него ситуация все-таки намного лучше. попытка убить карша он в инвизе уходит и все больше и больше потерь несут карандумцы но флаги бы сделать братан ну чё это за хрень и начать бы снова мечников строить так он может конницу вызвать там нет копейщиков так что технически он сейчас закомбетчет почти 5 левел есть но обилка бесполезная будет без без призраков что сила дает 15 процентов восстановление обилок ускоренные и все призраки пятого лавала окей надо это типа со самая бесполезная наверное силы к ч которые есть вот это круто будет если он качнется он сможет карндумцев по скидке строить троллей очень много стало принципе обилку у них можно сдавать мне кажется или это его каш да и точь его каши там бегает снова странный выбор хотя если он короля чередея воскресит то до ешка каши этих бомжей будет нормально так коцать о нашел халяву молодец 6 очков плюс лишняя обилка и то же самое 6 очков плюс лишняя обилка прям поровну у них но только то что призыв конницы на одну очку дороже стоит на земле кстати очень неприятно будет сражаться минус 30 брони лидерки не работают хотя у него нет лидерок гандауэр появился так ну давай о хорош ну стой тут но чуть-чуть надо было раньше заюзать больше было бы ущерба ну такое гандаур это конечно потенциально очень хороший герой если он его качнет и не сольет но не уверен рогаш ворвался что-то прям все очень плохо выглядит маргомир при смерти гандаур при смерти минуса гандаур минус маргомир и кажется что на этом игра будет закончена можно взять каменных великанов сейчас он пугалки построил но человек видимо понял что ловить ему здесь нечего нам очень жаль что короткий реплей но надеюсь вам хоть немного понравилось спасибо за просмотр чего как